Приветствую вас. Начнем с того, что раздражение есть признак того, что вы вовремя не выражаете свои даже не чувства, не столько здесь можно говорить о чувствах, сколько выражаете себя, просто себя. То есть, если вы что-то почувствовали, ну не знаю, к примеру, вы почувствовали просто, что что-то не так, ну просто, просто что-то не так вы почувствовали. И это вовремя не отреагировали, а вовремя это когда? Вовремя это, грубо говоря, в тот самый момент, когда вы это почувствовали. Либо вы такой строго, ну строго отведенный, да, строго определенный момент. Вот. А вы, значит, не отреагировали на это. И появилось раздражение. Вот. Собственно, это вот и нужно в первую очередь прорабатывать. Потому что вы не можете вовремя отреагировать то, что вы ощущаете. Вот. Вы не можете выражать то, что вы ощущаете. Вот. И соответственно, из этого испытывают раздражение. Поэтому вы не научитесь случить свои чувства, замечать их и выражать. Вот. Как можно более корректно. Как можно более полно, как можно более аутентично. Скажем так. Вот. Это. Что-то я могу вам сказать. Что-то я могу вам ответить. Вот. По крайней мере, сейчас. На данный момент. Ну опираюсь на то, что вы пишете. Агрессия же, в свою очередь, это уже защита. Определенная тоже потребность защититься. От чего-то. От чего-то, что, по вашему мнению, является угрозой для вас. Каким-то вот. Ну, каким-то негативом. Для вас и прочего. То есть, соответственно, это немножко уже другое. Агрессия за защиту. И здесь необходимо работать с угрозами, которые, ну, вот, воспринимаются вами, как таковые. Да? Вот. Вот. И, соответственно, уже смотрят. Что именно, являются для вас угрозой и почему. И почему. Вот. А мы все равно, как бы, угроза, это тоже, знаете, чувство незащищенности. Но, из чувства незащищенности, рождается проблема личных границ. Точнее, незащищенность поражает. Проблема личных границ, простите. Проблема личных границ поражает незащищенность. Извините пожалуйста. Вот. Именно по этому выскандалит. Вот. Именно по этому выскандалит. Вот. Именно потому, что не чувствует себя, условно говоря, защищенной. Вот. Скамбеллы, это попытки, это, такие вот, лихорадочные попытки, отчаянные попытки, там, себя защитить, отчаянные попытки, попытки себя обезобразить, отчаянные попытки сделать так, чтобы было. Тогда было спокойнее, хоть немножко. Вот. Но, само собой, это, получается, далеко не всегда. Вот. Само собой. Бывают, достаточно, ну, разные моменты. Вот. Бывают достаточно разные. Истории разные. Ситуации. Вот. И, ну, конечно, бывает такое, что, ну, ну, например, скандалы ссора, да, ну, более-менее обусловлены. Вот. Ну, зачастую. Но зачастую, зачастую. А-у-у-у-у-у-у. Все-таки скандалы это означает, именно то, о чем я говорю. Вот. Ну, Ну, относительно всего остального, да, относительно всего остального, относительно того, что вы пишете дальше, здесь, на мой взгляд, довольно хорошо сказал уже мой коллега, да, Кудрышев Игорь Леонидович, вот, именно о том, что вы не можете принять себя, да, и именно о том, что вы, ну, что вас не получают это сделать, что вы себя вот принимаете крайне условно, с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, ну, лично я, лично я вижу еще и некие такие проявления, проявления, э, перфекционизма. Так, это вот некие такие вот стремления к идеалу. То, при том, что идеал, он, по большому счету, недостилим. Вот. Вот. И ваша задача это принять. Сначала, конечно, нужно принять собственное несовершенство. Вот. А если вы не можете это сделать, если вы, если вы не принимаете, собственно, несовершенство, то вы не можете про них принять, и, понятное дело, ну, несовершенство других, вот, ну, в том числе и окружающих. Вот. То есть, здесь ничего такого сверх уникального нет. Вот. Ну, ну, я бы, наверное, наверное, так сказал бы, что вопрос не совсем корректно вы найдете, потому что, э, так сказать, корректный вопрос, он был бы, ну, он звучал бы так, наверное. Не почему, а как, как и как, как, как я пришла к тому, что меня все это дрожает. В том числе, да, когда, когда, ну, когда люди смеются там и прочее, прочее, прочее. Вот. Вот. Хотел бы, наверное, э, вот так вопрос бы поставить, э, в таком ключе. Потому что, вопрос, почему он не совсем, не совсем корректно, корректно, корректно здесь. Вот, э, в принципе, в принципе, то, что я могу вам сказать. Сказать, э, соответственно, психотерапия, соответственно, соответственно, психотерапия, это то, с чем вам следует заняться. Вот. Ну, на мой взгляд, конечно. Я, я вас не принуждаю ни к чему, ни к чему, но, хотел бы, конечно, чтобы вы это понимали. Вот. Ну, в этом, в принципе, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было, как минимум, полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам его оценку в качестве лучшего. Я вам, э, желаю всего самого доброго, э, удачи. Я надеюсь, что, э, ваша, э, ситуация, ситуация будет развращена самым лучшим образом. И вы найдете в нее выход. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.